1498 год. Во-первых, Васка Дагама наконец-то открыл путь в Индию. Васка Дагама был довольно молодой. Он родился в 1469 год. То есть ему было 29 лет даже, ему даже 30-ника не было. Он был дворянин, был известен в основном боями. То есть он был администратор фактически. Потом он был губернатором Индии, вице-королем Индии и так далее. Они решили, что вот такую большую экспедицию в Индии пусть возглавляет военный. Он там всех построит. Ну и в общем-то правильно, потому что судя по тому, что у Колумба ни хрена не получалось с управлением. Это хороший был вариант, что военный хотя бы контролировал всех этих распиздяев, которых обычно на кораблях отправляли. А Колумб был, конечно, специалист хороший, он капитан был великий, высшее образование у него было. Но справляться со своими людьми Колумб не мог. Они постоянно восставали против него и писали доносы начальству. Ладно, послали вас к Адагаму, экспедицию готовили долго. Еще в 1487 году открыл Бартоломео Дио Шмыс Доброй Надежды. То есть они уже знали примерно дорогу в Индию. И 10 лет перерыва, потому что они ждали, пока читается экспедиция Перу де Кавильяна, которую они послали по суше, о чем я рассказывал. Потом они готовили нормально, так экономически. Возможно, они бы еще дальше затянули. Но пришла информация, что Колумб что-то там открыла, предположительно, Индию. Поэтому они с этим делом ускорились. Собственно, капитан Бартоломео Дио Шмыс Доброй Надежды был консультантом. То есть по его рекомендациям они построили корабли, на которых поплыли 4 корабля. Они были крупные для того времени. Была одна только каравелла и 4 крупных корабля флагманских по 150 тонн, такие загруженные товаром, людьми и так далее. То есть они хорошо. Экипаж до 170 человек. Они туда дали переводчиков с арабского. Они знали, что там арабский господствует на этих территориях уже хорошо. И из переводчиков с языков экваториальной Африки, на тот случай, если там будут языки черных, хорошие карты дали, навигационные приборы. Все лучшее, что только было в Португалии. А Португалия была передовая в плане навигации. Поэтому все лучшее у них и было. Еду в основном питались во всех этих трансокеанических плаваниях. Они сухарями и солониной, то есть соленым мясом. Каша из гороха. Иногда у них там был чеснок, сыр. То есть вот те продукты, которые сушеные могут быть, которые длительно хранятся. В результате у них была цинга. Но вас кодагаму это не поразило, потому что они сразу в Африке нашли там государство. И их снабжали там уже фруктами, овощами и так далее. Потом уже начали давать на судно лимоны и что-нибудь от цинги, когда уже поняли. На тот момент они не знали, что если одним хлебом и мясом питаться, то будет цинга рано или поздно. Было много пушек на кораблях. Огнестрела не было, но были пушки хорошие. На крупных кораблях было по 20 тяжелых орудий. И вас кодагаму постоянно этим пользовался и устраивал обстрелы артиллерийские. Различных земель. С той целью, чтобы они снабжали их продовольствием и вообще, так сказать, уважали. 8 июля 1497 года вышли из Лиссабона. Обошли Канарские острова, так как они с Испанией конфликтовали. И известно, что вас кодагама, он, в общем-то, даже не по берегу Африки плавал, а он отошел и там подловил ветер. Они уже знали, что там ветер можно подловить в Атлантическом океане. И непосредственно быстро пошел на мыс Добра Надежды через океан. По дороге они открыли остров Святой Елены. Камоэнс, писатель португальский, о котором я должен рассказать, писал поэму Лузиады, в которой воспевают различных капитанов, ну и в том числе о Вас Кодагаме. И о всей этой истории довольно много пишут. Примерно 15 декабря 1997 года они дошли до той точки последней, которую открыл Бартоломео Дьёш. Там стояли подраны. То есть, вот эти памятники о том, что точка принадлежит Португалии. И Вас Кодагам их тоже ставил. Неплохо. 15 декабря они дошли. И довольно быстро они дошли уже в январе до зоны, где были арабы. То есть, получается, немножко совсем до этой восточной зоны не дошел Бартоломео Дьёш. А Вас Кодагама довольно быстро дошел. То есть, вот обнаружилось, что до Мозамбика уже арабы колонизируют, имеют там свои города, в общем-то, торговые точки. Вот уже территорию Мозамбика открыли к тому времени мусульмане. В Мозамбике они поругались с султаном. Во-первых, они им предложили товары. Товары султану не понравились. Во-вторых, султан их что-то там возненавидел. И пришлось даже обстреливать там первый раз деревню. Потому что они поругались с султаном местным. Зато, когда они доплыли до города Малинди, там их султан поддержал, так как он бороздовал с соседним городом Мамбаса. А, возле города Мамбаса они попиратствовали. Потому что им нечем было уже снабжаться. Захватили арабское судно. Однако в городе Малинда это дело поддержали, потому что с Мамбасой они воевали. Вот шейх города Малинди поддержал их вообще хорошо. Он их накормил. Там они встретили индийских купцов. То есть уже Индия там появлялась. И там им дали лоцмана. То есть начиная от Малиндии они плыли уже с арабским специалистом, который знал хорошо дорогу в Индию. После этого они отплыли в Индию. И 20 мая 1398 года они дошли до города Калькутта уже с арабским лоцманом. В Калькутте их встретили хорошо, потому что видимо они от Малиндии плыли. Однако товары тоже не приняли. Позднее мусульмане, которые были в Калькутте, натравили на них правительство. Заявили, что это видимо пираты, потому что они хорошо вооруженные были. Им дали разрешение торговать. Но требовались с них пошлин. В общем, в конце концов они разругались. Взяли там в плен 20 рыбаков. И поблыли дальше по Индии. Дошли они до Гоа, которая потом будет в колонии португальской. В Гоа уже им сказали, что это пираты, поэтому они там повоевали опять, захватили торговые суда. В общем, экспедиция была торговая. Но так как условиям предлагали, которых не устраивали, они перешли к пиратству. Она быстро перешла в пиратскую экспедицию. В общем, так в Индии немножко пограбив, по крайней мере, они получили образцы пряностей, что там точно есть пряности, что это точно Индия. Они двинули потом к Сомали. К Сомали они вообще просто обстреляли из пушек Магадиша город. Ничего там даже не пограбив, просто видимо уже обозлились за собственные поражения. Потом дошли до Малиндии. В Малиндии они откормились, потому что Малиндия их поддерживала, шейх. Но при этом выяснилось, что у них большие потери в экипаже, поэтому одно из суден вообще сожгли, потому что уже их было мало. В Малиндии он построил падран опять. Вот падран на картинке. Знак того, что это принадлежит Португалии. Но, видимо, султан об этом не знал, что по их представлениям, все, что они открыли, принадлежит Португалии. Поэтому поплыли они обратно вокруг Африки. Открыли опять остров Зензибар, который, в принципе, арабы уже открыли, но они его посетили. Все, дошли до мыса Доброй Надежды и вернулись. Вас Кадагаму очень хорошо наградили. Более того, те небольшие пряности, которые он привез, они были такие дорогие, что выручка от продажи этих товаров 60 раз превысила затраты на экспедицию. То есть экспедиция Вас Кадагамы круто вообще окупилась, несмотря на то, что средства серьезные португальцы вложили. Самая лучшая их экспедиция была, потому что вот наконец-то в Индию. И она полностью окупилась 60 раз даже. Он стал очень почитаемым человеком в Португалии к этому времени. И позднее, да, тоже совершил еще плавание в Индию, о чем я расскажу. Ну и международное было огромное влияние этого всего. В частности, испанцы немедленно отправили третью экспедицию Колумба. Колумб торчал в Испании и рассказывал, что там много золота, и он открыл рай небесный. Сведения на самом деле были другие из Гаити, что там золота особенно нет, захватили только рабов. Вот это в общем максимум. В это время пришли сведения, что португальцы уже реально открыли Индию. И, соответственно, под вопросом стало, что открыл Колумб. Вероятно, это все-таки была не Индия. Так или иначе, они Колумбу еще раз поверили, испанцы. Набрали 300 человек команды. Причем в команду набрали уголовников. Несмотря на то, что у Колумба и ранее проблемы были с персоналом, я не знаю, почему он еще уголовников набрал. Думал, что уголовники услышатся будут. Ну и послали Колумбу, чтобы он открыл там золото, а не сказки о золоте. 30 мая 1498 года Колумб вышел из Севильи и решил южнее поплыть, потому что, возможно, в южных странах больше золота. Он доплыл, соответственно, до острова Триннидад, то есть на юге. И вот как раз именно в третьей экспедиции Колумб открыл Америку. Потому что ранее он открывал острова. В данном случае он открыл побережье. Он открыл дельту реки Оренока. Две недели там их исследовал. Показал, что это большая река, следовательно, там есть континент. Потому что ему постоянно говорили, что он открывает какие-то острова. А может быть, там и нет континента. Вот он наконец доказал, что там континент. Доплыл до Испаньола. На Испаньоле, то есть на Гаите опять было очередное восстание против его брата. Чтобы подавить их возмущение, он закрепощал индейцев за ними. То есть вот эти были рабы, сначала были общегосударственные. Чтобы местные эти испанцы не восставали, он начал передавать им рабов в собственное пользование индейских. То есть, в общем, вот с рабовладения начал именно Колумб. То есть, Колумб именно начал водить рабство в колониях. И какой строй был в 16-18 веках, непонятно. Потому что в основном он был рабовладельческий. Почему тут это все считается, что начало капитализма. Капитализм там тоже был довольно ограниченный. Потому что фритрейдерство они не любили. Там был поголовный меркантилизм. Имеется в виду, что государство контролировали торговлю жутко. А в колониях, в которых в основном производили весь продукт, было рабовладение. То есть, скорее, в 16-17 веках был рабовладельческий строй. В 18 веке, скорее всего. То есть, вот эти все марксистские схемы не работают. И рабовладение начал водить Колумб уже. Самый первый, который Америку и открыл. После этого окончательно получили испанцы сведения, что Васкадагама открыл настоящую Индию. И она совсем другая. И она гораздо ближе. Так как Васкадагама измерение сделал. Получалось, что Колумб не открыл ни Китая, ни Индии. Открыл какие-то земли, которые между Китаем и Индией. И они никакого золота на тот момент не приносили. Естественно, они его посчитали мошенником в таких условиях. Они вложили кучу денег в это. Не получили ничего серьезного. В отличие от португальцев, которые уже хорошо за этим зарабатывали. В 1500 году, когда все это выяснилось, они послали Франциско Ди Бабадилю, который арестовал Колумба, заковал в Кандалы и отправил его в Испанию на следствие. Ну, в общем, тут они совершенно логичны были. Потому что он их продолжал все это время обманывать, рассказывать, что там какое-то золото и что это Индия. Даже не получив никаких данных, что это действительно Индия. Открыв явно бедные земли, острова и так далее. В 1998 году относится использование, первый факт использования московитами шапки Мономаха, о чем нужно сказать. Шапка Мономаха – это царская шапка, которую потом они, все цари, значит, московские, на голове ее носили. Она сейчас имеется в вооружении в палате Московского Кремля. То есть, в общем-то, награждение шапкой Мономаха – уже такой символ империи. Потому что московиты постоянно рассказывали, что эту шапку они получили от византийского императора в XII веке. И далее они якобы ее передавали, как символ именно империи. По поводу, когда началась Московская империя, не при Петре I, а вот именно при этом самом Иване III. То есть Московская империя начинается с подавления независимости Новгорода. Уже в этой точке они предъявляют претензии и на Киев, и уже начали захватывать территории Белоруссии, чтобы продвигаться к Киеву. И в этой точке они уже предъявляют претензии на наследие Византии, вот хотя бы в этом образе шапки Мономаха. Ну, естественно, современные исследователи говорят, что вот про то, что передал какой-то Мономаха – это точно сказки. Потому что нигде эта шапка не появляется. До 1498 года не походит она на византийские шапки и так далее. Это точно бред. Есть гипотеза о том, что эта шапка являлась первоначальной тюбетейкой, и что ей наградили монголы. То есть, что вот это якобы тюбетейка сестры хана Узбека. Такая вот такая здесь информация. И есть исследования различных специалистов, которые говорят, что шапка сильно походит на монгольскую и даже на тюркскую. По своему дизайну и, по всей видимости, ну, по крайней мере, московиты подражали вот в чем-то монголам, делая такие шапки. То есть, у монголов были похожие шапки и у тюрков. Поэтому вот они как бы это. И также подтверждается, что туда входит какой-то женский головной убор. В то же время спорят, потому что не обнаружено таких обычаев у тюрков, у монголов, чтобы женскими тюбетейками награждать каких-то вассалов. Вот такого нет. Возможно, московиты просто бездарно копируют в данном случае монгольский дизайн. То есть, татарскую шапку просто они, так сказать, попытались изобразить, потому что они что-то такое видели у татар. Скорее всего, так. Как выглядела византийская шапка или корона, они понятия не имели московиты. То есть, максимум, что они видели, это вот то, что у татарского хана на голове. Вот они попытались это изобразить и заявили, что это им передали византийцы. С каких пор они заявляют? Вот с этого 1498 года. Внука Марии Тверской, Иван III Дмитрия, он ему дал титул великого князя и в 1498 году он ему официально венчал на царство, как соправитель Ивана III, венчал этой самой шапкой. И вот с этой точки они заявляют, что эту шапку они получили у византийцев. И далее Василий III уже полностью всю вот эту теорию развивает о том, что Москва, Третий Рим, вот у них и шапка из Византии и так далее. То есть, вот Василий III, который следующий с Иваном III, он уже привязал полностью эту шапку ко всей вот этой имперской теории. Что современные исследователи говорят? Скорее всего, даже ту шапку, которую они в 1998 году, она была недоделанная, возможно, действительно, тюбетейка. По всей видимости, они сделали ту шапку, которую сейчас, они сделали из золотых пластин, из шлемов, которые у них были в казне, золотые шлемы. Они ее сделали примерно в 1521 год, уже при Василии III, то есть позже. Они ее доделали. Первоначально, видимо, была тюбетейка, из которой они потом золотые пластины содрали со шлемов и сделали вот что-то похожее на такой, типа, шлем. А дизайн скопировали татарский при этом. Вот по современным исследованиям, скорее всего, вот такая история. Ну, это символично для всей этой московской государственной. Вот они всегда так делают. Вот что-то там надрали от татар, что-то надрали от китайцев. При этом все это еще имитирует Запад, потому что Византия, конечно, это Римская империя, это Западная империя, и себе на голову напялили. Вот это мы и в образе Путина тоже сейчас наблюдаем. Что там у них на голове, какую они там идеологию несут. Обычно это смесь всего на свете, там смесь православия, каких-то западных либеральных идей, я имею в виду теперешние идеологии России, каких-то идей фашистских, коммунистических, все вместе, все склепали, и эту тюбетейку себе на башку напялили. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok